Валерий Стадник Валерий, выборы серьезные, мероприятия, которые требуют участия большинства жителей нашей страны. И хотелось бы понять, какие есть основные проблемы в избирательном процессе, с чем вам приходилось сталкиваться в ходе деятельности в качестве юриста-адвоката и как избежать нарушения избирательных прав граждан. Для начала хотелось бы пояснить для граждан, что такое выборы простым и доступным языком. Это гарантировано нам Конституцией право. Оно нам гарантировано от рождения при наступлении возраста 18 лет и до того, как человек не умрет. Что такое выборы, что такое участие в выборах? Это реализация формы государственного управления путем избрания органа, управления государством президентом. Депутаты у нас назначаются различных уровней. В данном случае у нас выборы президента. В соответствии с Конституцией президент может быть только избранным. Только избранным всенародным голосованием. Никаких других путей у нас назначения президента нет. Я не беру ситуации военного положения, либо импичмента и замещения болезни и смерти. Поэтому это избирательное право должно быть реализовано в полном объеме нашими гражданами. Мы сегодня не будем ни за кого голосовать, ни за каких кандидатов мы не будем рассказывать. Мы хотим просто сказать о том, что надо ходить на выборы. Нужно свою волю изъявлять путем получения бюллетеня и путем проставления своего мнения в нем. Неважно за кого вы голосовываете, за какого кандидата, кому он нравится, кому не нравится, скажем так, все относительно. Но необходимо туда идти, необходимо в полном объеме реализовать данное право. И нельзя сидеть дома, нельзя использовать этот день как единственный выходной. Такой полноценный нужно все-таки это исполнить свой гражданский долг. Следующее, о чем хотелось бы сказать. Нарушения. То есть вы коснулись темы нарушений. Нарушения действительно случаются, есть определенные нарушения. Они делятся на два типа. У нас административное правонарушение в сфере нарушений избирательных прав и есть, конечно же, уголовные. Если вы видите на избирательном участке, что кто-то пытается узнать ваше мнение, может быть, кто-то агитирует в день выборов, в день голосования, может быть, наблюдатель не видит каких-то нарушений, вы всегда можете обратиться к наблюдателям, вы всегда можете обратиться к председателю избирательной комиссии, письменно, либо устно, и выразить свое мнение по данному счету. То есть вы считаете, что происходят какие-то нарушения. Может быть, печать на урне сорвана, может быть, недостаточно хорошо печатана, может быть, есть следы взлома урны. Поэтому тоже, значит, может быть, кто-то пытается использовать чужие документы при получении балетней. То есть о всех фактах необходимо сообщать своевременно председателю комиссии, либо наблюдателям на избирательных участках. Почему? Потому что мы понимаем, что такие выборы проходят нечасто, что пост достаточно высокопоставленный, поэтому всегда найдутся люди, которые желают воспользоваться данной ситуацией. А с какой целью, нам никогда это не будет известно. Поэтому наша гражданская обязанность, наша гражданская позиция просто сообщить должностным лицам, уполномоченным в настоящий момент на принятие данной информации и на проведение проверки, значит, и на ее фиксацию. Ну, смотрите, вы сказали о том, что выборы — это добровольно, это право. Право, которое предусмотрено Конституцией Российской Федерации. То есть право на участие в выборах. Но тогда возникает вопрос. Могут ли заставлять кого-либо из избирателей непосредственно приходить на участок на избирательный, просто голосовать или голосовать за какого-то конкретного кандидата? То есть будет ли являться вот такая ситуация, именно когда заставляют голосовать нарушением законодательства о выборах? Ну, конечно, это не обязанность гражданина, да, как воинский долг, либо иные обязанности по уплате налогов, как мы говорили, да, в данном случае это право, и гражданин его реализует, либо не реализует. Здесь он свободен выбирать. Он может прийти не на выборы, либо не прийти. Должностные лица, ну вот я понимаю, вы говорите, наверное, о должностных лицах каких-то, да? Не обязательно, но только да. О работодателях. Они должны обеспечить каждому работнику, каждому военнослужащему, находящемуся в настоящий момент на службе, на боевом посту, в командировке, может быть, где-то в отдаленной местности работодатель, руководитель, командир должен обеспечить, реализовать это право, но ни в коем случае не заставлять. Обеспечить, да, то есть все должны иметь такое право. А если вот раньше были такие ситуации, ну в других регионах в основном, в Мурманской области это не так, ну где-то практиковалось, но тем не менее имеется практика в других регионах, когда за участие в выборах, как говорили, да, еще много лет назад тому, давали бутылку водки, например. Ну не за участие, а за голосование в отношении конкретного кандидата. Либо какие-то денежные средства. Вроде бы не заставляют, а вроде бы вот предлагают вот таким путем пойти. В этом случае есть ли какая-то ответственность за это? Конечно, конечно. Данные действия, они также подпадают у нас под рамки либо административной ответственности в зависимости, да, конкретных действий, либо уголовной ответственности. Может, такое недопустимо. Это недопустимо, это нарушает принципы, да, свободного воли заявления. Ну и в том числе это, я так понимаю, действует умыслом на конкретного кандидата, либо на его избрание, либо на подрыв его авторитета. По сути, это подкуп, это и есть подкуп, когда таким образом предлагают проголосовать за кого-то. Да, это либо подкуп, либо, я говорю еще раз, либо это противодействие какому-то из кандидатов в такой форме. А как поступить в этой ситуации? Ну, как я до этого говорил уже, конечно, необходимо сообщать либо в правоохранительные органы, если это где-то происходит вне избирательных участков, либо на самом участке. Какие действия должны предпринять правоохранительные органы, либо участковая избирательная комиссия, либо территориальная избирательная комиссия, в том случае, если поступает такое заявление или обращение от гражданина, от избирателя? Что необходимо сделать? На что должен рассчитывать избиратель в этой ситуации? Ну, первое, что у нас, мы понимаем, что у нас уже в настоящий момент круглосуточно организовано дежурство правоохранительное, особенно сотрудники полиции осуществляют дежурство на избирательных участках, несут охрану за избирательными уровнями, бюллетенями, служебными документами, обеспечивают правопорядок на избирательных участках. Поэтому в данном случае сотрудник полиции обязан принять данное заявление и провести мероприятие по проверке данного заявления в соответствии с регламентом. Если данный сотрудник имеет полномочия по самому провести, нет, значит передает по подследственности для сотрудники, которые будут уполномочены проводить данную проверку. То же самое касается и представителей избирательных комиссий. Если они получают указанную информацию, то они в соответствии с их регламентом должны провести проверку, сообщить правоохранительные органы, данные факты, значит, зафиксировать, если они подтвердились, либо не подтвердили заявителю об этом сообщить. В любом случае должны. Мы рассматриваем возможность такого подкупа избирателей. Бывают случаи, ну не бывают случаи, а допустимые случаи, когда кто-то осуществляет препятствия выборному процессу, то есть тому, чтобы избиратель мог высказать свое воле и заявление на участковом избирательном участке. Например, не пускают в само помещение. Действия какие? Аналогично, то есть также обращаемся к сотрудникам полиции. Действия примерно аналогичны. Если в здании невозможно войти, закрыто, не обеспечен доступ. У нас есть круглосуточные телефоны дежурных частей полиции в данном конкретном муниципалитете, либо субъекте. Они круглосуточные, они работают в автоматическом режиме, запись будет вестись на протяжении всего разговора, никто ее не сотрет, не уничтожит. Данный факт будет зафиксирован и впоследствии, я думаю, что пройдет не очень много времени, сотрудник полиции, который шлядет дежурство на данном участке, устранит все препятствия и, так скажем, приведет в порядок, доступ к граждан будет обеспечен. Но телезрителям я поясню, что это так называемое воспрепятствование выборам. И за это предусмотрена в том числе и уголовная ответственность в статье 141 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы разобрали с вами вот несколько ситуаций, которые, возможно, возникают, возможно, могут возникнуть на выборах. Теперь хотелось бы немножко отойти от вопросов, непосредственно связанных с наказанием, с тем, каким образом необходимо реагировать избирателям, и вернуться к вопросу, что именно будет последствием этих выборов. То есть, что является результатом? Соответственно, по результатам, по процедуре, после того, как граждане проголосовали, наступает момент, время, когда избирательные участки закрываются, все, больше никто проголосовать не сможет. После этого... Мнение высказано? Да, мнение высказано. После этого члены избирательной комиссии производят подсчет голосов, составляют соответствующие протоколы, заверяют их своими подписями и передают это, значит, вышестоящей избирательной комиссии по подчиненности. Соответственно, информация сливается в избирком Центральной Российской Федерации, и там уже после того, как будут проведены подсчеты, начиная с Дальнего Востока до Калининградской области у нас, да, несколько, там, 12-часовых поясов, несколько или 8, значит, все это будет долгий период считаться, потом все это сводится в единый протокол и опубликуются результаты данных выборов. Ну и итогом является назначение на пост президента, если мы говорим о выборах, которые предстоят ближайшие, назначение на пост президента человека, за которого проголосовало большинство избирателей. Фактически протокол, да, становится, на основании данного протокола принимается решение о вступлении в должность президента. То есть это очень серьезный шаг для страны, я так понимаю, потому что, ну, не будем там говорить, кто понимает, кто не понимает, что такое президент, но все-таки, вот, исходя из Конституции Российской Федерации, кто такой президент? За кого голосуют сейчас? За какие решения, по сути, берет на себя ответственность каждый избиратель? Или не берет, устраняется просто от решения, каких проблем, если не хочет? Самый основной президент у нас является гарантом Конституции. Сам главный документ у любого государства, любой страны, да, это Конституция. Там прописаны основные права, свободы, которыми наделен гражданин, которыми наделен человек, полномочия, государство и, значит, то есть основные права и свободы. Так вот, президент является гарантом Конституции в первую очередь. И в то же время он является главой, наверное, исполнительной власти, государства. Главой государства, да, главой исполнительной власти, он координирует деятельность всех исполнительных органов, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, губернаторов, иных должностных лиц, силовых ведомств. Поэтому высшее должностное лицо государства. Надо понимать, что это высшее должностное лицо государства. То есть можем ли мы говорить вот в этой ситуации, когда идет голосование по выборам президента Российской Федерации, что это одна из частей, которые определяют жизнь государства на определенный период времени, в перспективу. Это на 6 лет вперед мы определяем, какая будет политика внутренняя, какая будет политика внешняя, как будут развиваться какие-то отдельные сферы нашей жизни, нашей страны. И я к чему это говорю? Можем ли мы в этом случае говорить о том, что кроме как права голосовать, есть еще ответственность за то, как мы реализуем это право? То есть мы говорим о том, что устраняясь от голосования, мы по сути плюем на то, как мы будем жить в перспективе. Можно ли сделать такой вывод, исходя из тех норм, это мы не выходим совершенно за рамки законодательства, потому что это все прописано именно там. И в том числе и в Конституции Российской Федерации. Ну, с учетом нынешней ситуации в стране, с учетом того, что так много кандидатов, все они разнообразные, предлагают программы, все они различного возраста, различных взглядов. Поэтому вот именно участие, именно большинство сейчас должно выбрать того президента, которого они видят, который их устраивает. Участвовать в выборах, да? Да, да, да. И привести его на эту должность, потому что, чтобы в будущем понимать, что я голосовал, либо я не голосовал. И вот, возможно, этот именно один голос стал решающим для кого-то из кандидатов. Ну, и чтобы еще больше было понятно нашим телезрителям, можно ли провести выборы в любое время? Например, президента. Вот не пошел я сегодня на выборы, а завтра кого-нибудь другого выбору. Или все-таки существуют определенные грани, то есть определенные сроки полномочий и так далее? Да, вы сами ответили на этот вопрос, Алексей, что у нас в Конституции прописаны полномочия, у нас сроки полномочий, поэтому невозможно переизбрать через год, если кому-то что-то не понравилось. У нас есть период, на который избран президент, поэтому избирать его нужно сейчас, голосовать нужно ходить сейчас, свое мнение нужно выражать сейчас, потом оно будет уже через очень длительный срок. Поэтому приходите, голосуйте, реализуйте свои права в полном объеме и не выходите за рамки закона. Ну, а телезрителям я предлагаю сейчас к вниманию небольшой отрывок из ролика, который сейчас распространяется по поводу участия в выборах президента Российской Федерации. На выбор она собралась, лишь ты, то без тебя там не выберут. Люс, я... Так, это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку, тех, которых партнера ставим. Ну, неделя осталась. Ой, Господи, ты чего? Че, че, на выборы вставай, быстрее, че? Вроде бы это смешно, этот ролик, но тем не менее он говорит о многом, о том, какая ответственность вместе с правом лежит на каждом из нас, на каждом из избирателей, из тех, кто может реализовывать его сейчас, в период проведения выборов президента в 2018 году. Спасибо, Валерий, за ваш комментарий. Уважаемые телезрители, я надеюсь, что мы останемся в рамках закона, реализуем свое право на выбор главы государства. До встречи в нашей программе в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова